Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Появились сообщения, что российские чиновники обсуждают с коллегами из Катара и Кувейта возможность выполнения авиакомпаниями каботажных перевозок внутри России. Ранее аналогичные переговоры велись с Казахстаном. Россия пытается купить подержанные самолеты иностранного производства в разных странах. А что со своими, почему взлет все время откладывается, об этом поговорим в сегодняшней программе. Гости нашей студии. Смирнов Олег Михайлович, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по авиации Общественного совета Ространснадзора, заместитель министра гражданской авиации СССР в 83-90-х годах. Олег Михайлович, добрый день. Добрый день. Сытник Юрий Михайлович, заслуженный пилот Российской Федерации, летный директор Нуковских авиалиний в 96-м-2003 годах. Юрий Михайлович, добрый день. Здравствуйте. Захарченко Юрий Александрович, исполнительный директор Независимого профсоюза РКК «Наука», инженер Года России, начальник отдела Московского комплекса ЦАГИ в 2010-2017 годах. Юрий Александрович, добрый день. Здравствуйте. И с нами по скайпу Шелковников Валерий Георгиевич, руководитель проекта «Арктика» международного общественного движения аэронавигации без границ, авиатор полярной авиации СССР, лауреат государственной премии СССР в области безопасности полета. Валерий Георгиевич, добрый день. Спасибо. Добрый день. Итак, Олег Михайлович, начнем с вашего позволения, с вас. Вот действительно в прессе появились сообщения о переговорах с Катаром и с Кувейтом о каботажных перевозках внутри России. И ранее министр транспорта Роман Старовойт рассказывал, что такие переговоры велись и с Казахстаном. Сообщается, что Россия предлагает правительством Катара и Кувейта купить у них самолеты. Как эти новости прокомментируете? Во-первых, у меня нет данных о том, чья это инициатива вести такие переговоры, ибо все авиационные взаимодействия между государствами закрепляются межправительственными соглашениями. Должно быть заключено, прежде чем договориться, межправительственные соглашения, куда и войдут вот эти вот пункты. Ну, а что касается сути дела, и что это инициатива, конечно, Минтранса, судя по тому, кто это предлагает, это уже можно назвать судорожные движения перед надвигающейся опасностью, которую мы с вами обсуждали еще в прошлом году. И спасибо вам, каналу, что это заставило шевелиться те государственные органы, которые бездействовали до этого, что нас ждут очень непростые времена. Нас ждет самое плохое, что может быть, это отсутствие самолетов для удовлетворения нашего спроса, наших граждан, и замедление выполнения государственной программы по производству модифицированных наших самолетов в аре импортозамещения. И выпуск этих самолетов до 30-го года в необходимом количестве, которые сейчас по срокам уже срываются дважды, переносятся вправо. Вот чего просит Минтранс, это как раз вот взять мокрый лизинг самолеты, это по сути дела то же самое. И на этом мокром лизинге, на системе мокрого лизинга, что такое мокрый лизинг? Это самолет западный, это экипаж, не наш, это инженеры и техники, которые обслуживают этот самолет, тоже не наши, а западные. Вы представляете, что это будет? То есть это будет полностью, мы отдаем линии свои какому-то дяде, а линии эти весьма-весьма прибыльные, их эксплуатация, они же плохие не возьмут. В эксплуатации мы с вами только можем гадать, во что это выльется в стоимость авиабилета, потому что в рабочих местах, которых мы продолжаем готовить, в училищах летчиков, инженеров, техников, в институтах, университетах, вот мы продолжаем готовить, они оказываются ненужными, потому что мокрый лизинг предполагает полностью исправный самолет, его техническое обслуживание и ремонты всех видов. Вы говорите, что в мире нигде такого нет. То есть это получается не президентный мир. Ни одна страна мира этого не позволяет сделать, потому что это потеря суверенитета. Юрий Михайлович, ну вот в Советском Союзе мы летали со своими летчиками, исключительно на своих самолетах, потом самолеты стали чужие, ну и пойдем дальше. Летали аэрофлотом, будем летать катарскими авиалиниями и привыкнем к этому. Как вот не стало своих самолетов, так не станет своих авиакомпаний. Дело привычки. Вообще-то ужасная перспектива. Ну как вам кажется, может ли это стать реальностью? Конечно, станет реальностью. С таким руководством авиационная отрасль, безусловно, станет. Ну мы же привыкли к тому, что страна была великая и все богатства принадлежали народу. Теперь он принадлежит нескольким семьям или кланам. Привыкли? Нормально. Привыкли не к справедливости. У кого-то 2 миллиона в сутки, а у кого-то 20 тысяч за месяц. Удеваться некуда, не то, что привыкли. Нет, привыкаем же, да. Мы привыкли к Боингам, к Эрбасам. Считаем это нормой. Вот мы, естественно, сейчас навязывают дальше. Правильно сказал Олег Михайлович, потеря суверенитета. Полная потеря. Мы отдаем свое небо, мы отдаем свои, ну, как бы богатства. То, что это ведь тоже богатство. Вы представьте, что у нас 145 миллионов. У нас 7 тысяч расстояния от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. И вдруг будет Катар летать или там еще какая-то компания. Это нонсенс для такого государства, как Россия. Что, мы не можем построить самолеты? Ну, с теми руководителями, которые сейчас есть, мы не можем. А я просто вам могу ответить. Человека, который несет персональную ответственность за это, просто его нет. А то размывается между всеми. И вот так вот постепенно, постепенно нас приучают, что мы третисортная страна. Вот, я против этого. Юрий Александрович, ну, вот, честно говоря, я не пилот, конечно, и даже никогда не мечтал им стать. Но самолеты очень люблю, и поэтому слежу за этой темой. И вот интересно читать публикации. С одной стороны говорят, вот, МС-21, Суперджет, Ту-214, замечательно, все замечательно. С другой стороны, прямо противоположное мнение, что все плохо, у нас наша авиация на грани полного коллапса, особенно производства. А вот, что на самом деле? Может быть, истина где-то посередине? Да, конечно, как это часто бывает. И здесь истина посередине. Есть позитивные тенденции. Ну, например, полетел импортозамещенный Ту-214. Хотя изначально-то это вообще был советский самолет. Да, ну, то есть за 30 лет импортозаместили. Ну, это хорошая новость. Хорошая, конечно, без сомнения. Вот, так сказать, вот-вот поставят... А еще Red Wings, если я не ошибаюсь, получил один Суперджет, который еще до спецоперации заложили. Это не импортозамещенный Суперджет, обращаю внимание. Это еще с теми. Ну, двигатель ПД-8 для импортозамещенного Суперджета вот-вот должны будут поставить на крыло в летающей лаборатории, в ЛИИ, на Ил-76, да, ЛЛ. Так вот, ну, надо сказать, что ПД-8 уже был на крыле летающей лаборатории в 2022 году. По результатам тех испытаний перенесли выпуск двигателей из соответствующих Суперджетов и портозамещенных с 2023 на 2026 год. В принципе, сдвиг вправо – это норма для серьезных наукоемких проектов. По сути дела, их по пальцам одной руки можно пересчитать, какие проекты выполнялись в срок в авиации. Такие были, но их очень мало. То есть, как правило, сдвигается вправо – это бывает, это, слава богу, что люди работают. Несмотря на общую обстановку, все же понимают, насколько тяжело в нынешней ситуации работать. Но, тем не менее, я считаю просто героическими усилиями людей, которые на земле непосредственно руками делают это, производят и доводят. Но понимаем, что реальность такова, что до 2026 года, до конца, импортозамещенного Суперджета не будет. А правильно я сейчас понимаю, то есть в настоящее время Суперджет не производится? Мы летаем на том, что было сделано раньше, да? Ну, за делы – да. Потом, ну, есть же параллельный импорт, то есть кое-что, кое-как допиливается напильником. Там есть резервы по двигателям и по остальным делам, но все это старое. То есть, ну, просто, например, для понимания, из 235 произведенных Суперджетов летает 164, ну, 70%. 30% не летают, и не потому, что не могут, да, а потому, что вообще-то нет спроса на них. Ну, они еще ремонтируются, конечно, большое число отказов постоянно стоят из-за многочисленных ремонтов, но это рабочий процесс. А проблема здесь в том, что по-крупному для авиационной промышленности сокращается платежеспособный спрос населения. У нас 50 миллионов человек закредитованы, это значит, что они берут кредиты, чтобы платить по кредитам. Какой платежеспособный спрос может быть в такой ситуации? И вот к чему это приводит? К тому, что авиакомпании, им не нужны самолеты. Это приводит к тому, что Аэрофлот, крупнейшая, поддерживаемый государством по полной программе, авиакомпания, сейчас, раньше выбрасывала советские самолеты, заменила их Суперджет, простите, оговорочка по Фрейду, заменила их Аэрбасами и Боингами, значит, сейчас Аэрофлот отказался от импорта, замещенного от У-214. Это тема отдельно, абсолютно. Да, это проживание. Но в целом ситуация, спасибо людям, которые работают, по сути дела, вопреки политике авиационных властей. Олег Михайлович, что хотели дополнительно спросить? Юра, скажите, пожалуйста, вот есть один момент, который не публикуется в печати, но он налицо. Вот вы назвали цифру, очень правильную, конечно, и самоверную. 164 Суперджета 100 у нас есть сегодня в авиакомпаниях. 164. И им требуется ремоторизация. Это еще 320 двигателей. Плюс еще запас какой-то. Как к этому готова промышленность? Ну, очевидно, что... Ни в одной программе это не указано. Ремонтализация существующая. А там же французские двигатели стоят. Да, французские, действительно. Вы если позволите, не только не указано, но еще и важно добавить, что ресурс до капитального ремонта этих двигателей будет укладываться в один год. То есть через год вам нужно эти двигатели отправить на капитальный ремонт, а по сути дела заменить. Это значит, это каждый год будет. Пока они наработают за достаточный опыт, достаточная наработка и модернизации, чтобы этот ресурс вырастал и был уже не год, а дай бог 10 лет. Вот как у французских и западных двигателей. Но тоже эти 10 лет это в идеальном состоянии, а в реальности это 8 лет. Это, кстати, означает, что существующий парк нашего Боинга с Авербасами с 2022 года 8 лет к 2030 году будет равен нулю из-за двигателей. Валерий Георгиевич, вот сейчас много внимания. Все страны, которые так или иначе причастны к Арктике, очень много внимания уделяют освоению этого региона. И говорят, что это действительно задел на будущее, что это и кладовое месторождение. Ну, в общем, короче говоря, зона, может быть, развития будущего человечества. Как развивается у нас сейчас арктическая авиация? Как она себя чувствует? Я начинал полярную авиацию, поэтому мне это близко все. Вот 1965 год. Летали Ил-18. Москва, Амдар, Махатан, Гатикси, Кресты-Колымские, Чикурдах, Пивек, Мышмитта, Анадыри. Летали между небольшими региональные самолеты Ил-14. Да, насчет Ил-18 один из лучших самолетов в мире и в истории. 110 пассажиров, турбовинтовой. Летали между региональными, региональные самолеты Ил-14 и двухдвигательные, 30-33 пассажира. Они летали, мыс Касистый, мыс Каменный, бухта Проведения. Вот по таким. И летали наши малыши Ан-2. Вот гениальный конструктор Антонов сделал такой самолет Ан-2 на лыжах, по плавках. Он летал на колесах. Перевозил все, что можно. От оленей, коров, пассажиров, сено. Сбрасывали туда, куда нельзя сесть и так дальше. Была великая-великая система. И вот эта система разрушилась. Что сейчас? Мне дали письмо, которое написали из Арктики Мишустину, потом Мантурову, Шойгу, генпрокурору, Бастрыкину написали, о том, что Арктика гибнет и люди уезжают оттуда. Вот давайте Амдорму возьмем. В период 65-й год Амдорма более 20 тысяч человек. Хатанга около 20 тысяч человек. Это форпосты, на чем держится, в общем-то, Арктика. Сейчас в Амдорме 420 человек, в Хатанге чуть-чуть побольше и так дальше. Люди уезжают оттуда. Почему? Да потому что нет самолетов. Умельцы, талантливые умельцы сделали самолет русской Арктики. Исан-2. Увеличив дальность в два раза, заменив колеса, он садится на скорость, увеличили. Он садится на косах Северного Ледовитого океана. Взяли от Як-40 колеса. Все, они получили все лицензии. Прекрасный самолет русская Арктика. Ну и тормозят, тормозят этот процесс. Какие-то придумали ладоги, которых не будет. Я почему сейчас объясню. Это пропанация, это обманы президента и правительства. Байкал. Это с такими маленькими колесами, они тут же перевернутся. При каких-то снежных заносах. Ну и когда они будут, неизвестно. Ну главное, американские двигатели. Мы что, нам надоело на грабли наступать уже, а? Ну что-то можно задать. Они сейчас проталкивают это. Это все бабки, это все коррупция. Юрий Михайлович, ну вот посмотрите. Бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации теперь отправлен руководить Ростовской областью. Такие универсальные управленцы. А новым гендиректором назначен Вадим Бадеха, который ранее возглавлял Объединенную двигателестроительную корпорацию. О чем говорят эти перестановки и как вы их оцениваете? Ну я очень положительно оцениваю, что хотя бы убрали Юрия Слюсаря с ОАК. Потому что человек амбициозный, человек, который много говорит, много обещает. Даже одно, один пример привожу. С его подачи президент сказал, что к 30-му году будет тысяча самолетов. Он вообще не подумал, что 2000 двигателей нужно, плюс резерв 2020 двигателей нужно было сделать. А убрали. Ростовская область не даст ему сильно там разгуляться, потому что там казачки, будь здоров. Поэтому это все нормально с ним. А то, что вот пришел человек, который занимался двигателестроением и возглавил ОАК, скорее всего это положительный факт, потому что мы понимаем, что самолеты без двигателя не летают. У нас же была блестящая школа двигателестроения в Советском Союзе. У нас были двигатели на любой вкус и цвет. И вполне на мировом уровне. А что с ней случилось? Почему сейчас вот просто столько лет, я уже слышу, лет, наверное, 20, мы не можем сделать двигатель, мы его доводим до ума. И вот в чем тут заминка? Так вот смотрите, здесь очень интересная ситуация складывается. Когда департамент Соединенных Штатов решал, как уничтожить страну без войны, они все реперные точки болевые, они их знали, они их нашли. И уничтожали именно те заводы, без которых невозможно создать ни двигатель, ни самолет, ни станок, ни какие-то автомобили, все. Вот представьте, что такое подшипник. Ну, простая вещь. Но уничтожили заводы подшипников, и все детали, которые должны вращаться, вращаться не на чем. Плюс нам обрезали. В Москве был огромный завод. Дальше. Что такое резинотехнические изделия? Обыкновенный сальник. Если в гидросистеме пробила гидросистема, там 210 атмосфер гидросистемы, а их на каждом самолете три, независимые друг от друга, самолет тоже встал. А как собирать новые изделия, если нет таких вещей? Даже наши большие друзья, в кавычках, Китай, и тот нам не дает ни одной запчасти, ни на Боинг, ни на Арбас. Хотя они делают это, производят и для Боинга, и для Арбаса. И мы до сих пор пять раз в неделю отправляем в Лейпциг 28 тонн титана. До сих пор спрашиваются в задачнике, а что делают из этого титана? Не только гражданские самолеты. Любые самолеты делают, любые изделия, которые летают в воздухе, это авиационный металл. Почему это так идет? Потому что не принадлежит это государство, принадлежит частным людям, у которых бизнес. И они хвалятся тем, что они якобы платят налоги. Вот этих налогов сколько для страны. Для меня это вообще ни о чем. А такое сырье, которое стратегическое, давно нужно прекратить, поставлять нашим недругам. Олег Михайлович, мы уже обсуждали в одной из программ эту тему. И вот сегодня тоже ее затронули. Стало известно, что Аэрофлот хочет отказаться от закупок суперджетов ИТУ-214. Заказ был огромный, 300 машин. Они говорят, что им нужны МС-21. Я на истину последней инстанции не претендую, это лично мое мнение. Но нет ли впечатления, что Аэрофлот просто хочет пересидеть, как им кажутся, трудные времена. А потом там или Ишак сдохнет, или Эмир, или Хаджан Асредин. И они вернутся к закупкам Боингов и Эрбасов, а совсем не МС-21. Вот что об этом думаете? И вообще может ли такая крупная корпорация говорить, а вот здесь я хочу, а вот здесь не хочу? Мы производим самолеты, их надо как-то, чтобы в нашей стране брали. Аэрофлот, наверное, забыл руководство Аэрофлота теперешнее. А государство забыло тоже это обстоятельство, что Аэрофлот – головная авиакомпания страны. Это государственная компания. Там не будем сейчас, кому сколько принадлежит там ации, это вопрос второй. Аэрофлот – это главная авиакомпания нашей страны. И руководит ее развитием, ее наполнением парка государство, а не руководитель авиакомпании. Частная компания, пожалуйста, хоть осла там выбирай вместо самолета. А государство должно думать о государственных интересах. И у государства любого, возьмите любое государство, Германия, там компания мощнейшая, Англия, Бритиш-Эрвейс, мощнейшая, Америка, мощнейшая компания. Китай, везде, куда ни возьми, такие мощные страны, есть государственная компания, авиакомпания номер один, которая поддерживается государством. И без государства руководитель аэрофлота не мог сделать такое заявление, что я не хочу того-то. Потому что государство объявило в программе, это государственная программа, выпускать 214-й. И, кстати говоря, аэрофлот сразу заключил соглашение на партию 214-й. А потом начинаются условия. Крутеж. Мне нужен экипаж, двухсмены, мне нужно там то-то, то-то. Не до этого нам сегодня. Не до этого. Мы живем в преддверии коллапса, когда у нас вообще не на чем будет летать. Поддержат производство Ту-214 суперджетов. Не может же быть, чтобы государство сейчас их вот взяло и бросило. А государство поддерживает. Ведь само посещение Казанского завода председателем правительства Мишустином, оно о многом говорит. Где он побыл на месте, разобрался, пообещал миллиарды и часть уже перечислил эти миллиарды. Но они сейчас столкнулись с другим. Массовое производство требует миллионы комплектующих. Миллионы. А заводы-то все разрушены. Станки современно требуют. А станки-то, станкостроение наше разрушено. Как мы вот говорили, подшипники, подшипники разрушены и так далее. Вот в это столкнулись. И столкнулись в кадры. О чем мы говорили на предшествующих передачах с вами. Кадры. Их разогнали, эти гвардейцы все, так сказать, либеральные. Заводы позакрывали, институты позакрывали на Ошнецелевске. ПТУ позакрывали. Да. Рабочих не найдешь. Столкнулись с этим. И вот сейчас нарабатывает Казанский завод. И надо дать должное Мениханову, который возглавляет, кстати говоря, совет директоров Туполева. Это очень приятно нам тешит душу, потому что он понимает, что это такое. Как авиатор уже он рассуждает. Который сейчас понуждает Казанский завод, как руководитель политический вот этого ареала нашей России, понуждает открывать связи какие-то. Я бы даже сказал, что он сражается за эти самолеты. Заводы, которые производят комплектующие связи. Восстановление заводов каких-то. Где-то поручает выпускать. И мне кажется, что вот эта государственная поддержка, она сыграет свою роль. Но надо отбросить все вот эти желания или нежелания руководителя некоторых авиакомпаний. Отдайте нам лучший самолет. Не то время. Если вы хотите помочь, помогите. Как Иран помог своим авиакомпаниям. Когда обложили его со всех сторон. Ведь опыт же есть. Они цену на керосин сделали копеечной. Сделайте у нас. Что нам мешает на керосин сделать для 214-х? И сразу исчезнет вот это убеждение, что пошли вон, потому что двигатели 214-х расходуют больше керосина. Я, конечно, не специалист. Но мне кажется, три члена экипажа – это заведомо безопаснее, чем два. И не такая уж большая экономия, если одного мы оттуда... Надо сказать, что самолетостроители Казани, ну и в центре, в организациях, в которых Юрий трудился, там работают над этим. И уже близки к решению. Но это требует времени дополнительного. Это требует времени. Опять же, с точки зрения меня, как с точки зрения потребителя, не самая главная задача. Поэтому надо летать на том, что есть. Пока время будет переделать кабину и управление системами, чтобы от одного отказаться от бортмеханика. Так же, как делается на других, на МС-21, например. У нас есть опыт такой. И на Суперджете 100. У нас есть опыт двухчленного экипажа. Но это пройдет время. Надо брать немедленно. Вот готовый самолет, сертифицирован. Надо отдавать его компании и запускать в полеты. Юрий Михайлович, авиастроение – это не какая-то отдельная отрасль, не государство в государстве. Оно существует действительно в тесной интеграции со всем другим производством. И вот сейчас Центральный банк задрал ключевую ставку. Все производители, от самолетстроителей до сельхозпроизводителей, говорят, что невозможно при такой ключевой ставке работать. Где-то кому-то, в ЭПК, например, представляются льготные кредиты. А какое положение в этом смысле с авиацией? У нас и так она еле дышит. Так ее еще вот этим решением Центробанка придавили. Замечательный вопрос. Не может авиастроение развиваться без мощных влияний денежных. Вот сегодня много моих друзей, которые занимаются двигателями. Это фирма «Салют», это и Рыбинский завод, это Пермский завод. Ведь в Перми уже сделан двигатель ПС-90А3, у которого мощность не 16 тонн, а 18 тонн, у которого эмиссия уже лучше, чем, допустим, на зарубежных двигателях. Но несколько опытных двигателей сделано, никто рубля не дал за эти двигатели. И заказа нет. Нет. Вот Олег говорит сейчас о том, что двухчленная кабина. Пожалуйста, Ту-24 МС, два цена экипажа. Был недавно в Жуковском, они стоят, сейчас уже покрылись плесенью эти два самолета. Они никому не нужны, никто не заказывает. Потому что у нас в стране нет человека, который отвечает за авиацию. И какой-то цельной системы нет. Кто в лес, кто под дрова. Ну, вот говорят, да, давайте Министерство гражданской авиации. В Министерство гражданской авиации там будет руководитель, который будет иметь деньги, прежде всего бюджет страны формируется каждый год, и ему выделят на новые самолеты. Если они нужны стране, вообще-то, если цели руководства страны и народа совпадают, то Министерство гражданской авиации выполнит эту задачу. Ну, на сегодняшний день этого нет. Ну, что такое? Обещал не Радько, теперь там пришел другой руководитель, обещает. Есть, как говорят у семи нянек, дитя без глаза. Вот департамент развития авиации есть. Что делает? Что развивает? Не знаю. Росавиация есть? Что делают? Не знаю. Министерство транспорта, где есть отдел авиационный, что делают? Не знаю. В конце концов, в правительстве есть люди, которые отвечают за это. Что делают? Не знаю. Да ладно, вы ничего не делаете. Вы хоть не врите президенту, не врите стране, что мы там 600 самолетов сделаем или 300. Не сделаете вы, потому что мы в год выпускаем максимум 60-80 двигателей. А нам нужно 800. Вот представьте себе, сколько вот 80 двигателей, 10 лет надо, чтобы было 800 двигателей. Ну о чем мы говорим? А 800 это всего 360-400 самолетов. Ну никак не 1000 и не 600. Поэтому я хочу вам сказать, да, нужна реконструкция полностью гражданской авиации. И вот тогда вот таких решений безобразных, как пригласить Катар, или там пригласить Китай, или Казахстан, тогда их просто не будет возникать. Потому что человек, который руководит этой отрасли, он скажет, зачем? У нас есть свои заводы, свои самолеты. Но хочу вам сказать, что появилось светлое пятно. Допустим, сейчас в Уфе, в Самаре восстанавливают заводы по производству авиационных деталей. Там новые технологии есть. И самое главное, мы вот говорим о двигателе. Двигатель это настолько больная тема, особенно для меня. Потому что я начинал на первых моторах PS90A летать. И знаю, что на крыле больше 4000 они никогда не вырабатывали. Хотя нам заявляли 6-8 тысяч. 4 тысяч часов в смысле? Да, летных часов. У меня за короткое время, там, полетов на Ту-24, 6 посадок на одном двигателе. Шесть! Если мы начинали когда-то там в 40-х, 50-х, 60-х годах, у нас температура за турбиной была всего 1000 градусов, то сегодня уже 1850, 1900, 2000 градусов. То есть новые материалы. Там это керамические лопатки, там с какими-то там прослойками, там охлаждение этих лопаток, охлаждение этих подшипников, которые внутри. Вот, понимаете, технологии двигаются вперед. Поэтому нам говорят об этом МС-21. А никто не говорит, что дальность этого самолета 4,5 тысячи. А наша страна 7 тысяч. Он не замена Ту-24? Да, 214 дальность 6 тысяч. Чуть-чуть его подработать, все. Говорил с главным конструктором 204С, Алашеев. Он говорит, я сейчас могу вам выдать самолет Ту-24МС с максимальным весом пустого 51 тонну. А МС-21 уже 49 тонн с половиной. Ну в чем разница-то? А когда там все импорта заместят, он будет еще больше. Вот так вот представьте себе ситуацию, что люди, управляющие авиационной отраслью, не специалисты. Вот мне понравилось, как, Олег Михайлович, дворники они. Ну так дворник должен мести тротуары. Не будем дворников обижать. Хороший дворник тут. Скорее вот менеджеры. Это сейчас, наверное, для народа слово ругательное. Дорогие друзья, отдельно взятый самолет, опытный образец, это одно. А авиация в целом, это совсем другое. Поэтому я предлагаю посмотреть фрагмент советского фильма «Поэма о крыльях». Там как раз разговор об авиации ведут зампредседателя правительства Микоян и авиаконструктор Туполев. Вот здесь у нас главный корпус. Большая аэродинамическая труба. Продувать будем не модельки, а самолеты целиком. А вот там ангары. Ты, Туполев, прямо за горло берешь. 210 миллионов. Так меньше не выходит, товарищ Сергов. Слушай, кто у тебя будет в строй? Кондаков. Э, не построй. Почему? Перебрали всю номенклатуру, говорят, излучили. Э, номенклатура. Что вы все прицепились к ней? Крутят их с одного сытое на другое помельче. Завалил там, назначают сюда. Кадровая политика по методу Робинзона Крузо. Какая у него была номенклатура? Пятница, попугай и коза. Снял пятницу, назначай попугая. Попугай сорвал, выдвигай козу. Ну, я уговорю Царевского. Он как раз кончает строить Тагил. Это ему по плечу. Ты научился делать самолет. Я надо делать авиацию. Разницу, понимаешь? Не совсем, честно сказал. Головы у тебя хорошие, вот размаха не хватает. Мы тебе все дадим, Туполев. Но помни, у кого берем. Да, Юрий Александрович, помни, у кого берем. У народа. Действительно, самолеты, авиация, это же разные вещи. Можно создать самолет, как вот, допустим, по-моему, насколько я знаю, довольно удачный самолет производят бразильцы. А в Советском Союзе была именно авиация. Я так понимаю, по амбициям нашей страны это правильно. Мы как раз хотим авиацию, то есть комплексный подход с размахом. Так, какие у нас здесь перспективы? Здесь перспективы потенциальные и перспективы реальные. К сожалению, их надо разделять. Потому что потенциал, скажу, это серьезный разговор. Он великолепен, этот потенциал. Но реальность, она такова. Ни одного перспективного авиационного проекта в нашей стране не разрабатывается и разрабатывать не планируется. Это я говорю на основании информации, доступной средствам массовой информации. Как это выражается? На днях вице-премьер правительства, Мантуров, президенту предложил 8 перспективных прорывных направлений развития. Авиации в нем касается только одно беспилотная авиация. У нас в целом, дальше в правительстве не обсуждаются перспективные авиационные проекты. В списке прорывных не значатся. Дальше следующий момент. Что происходит в научной сфере? Собственно, то же самое, что и в других отраслях. Взять корпоративный способ управления объединенной строительной корпорацией. Взяли все КБ, все заводы, собрали в объединенную строительную корпорацию. Это корпорация. Она занимается не решением государственных проблем, а она занимается своей финансовой эффективностью. Замечательные подходы, связанные с ликвидацией непрофильных активов объединенной строительной корпорации. Когда долгие времена, да и сейчас, у АКНИ занимается малоавиация. И все, что были за делы на заводах, а каждый же завод занимался чем-то в сфере малоавиации. Потому что это рост завода, рост специалистов от малого к большому. Так сказать, все непрофильные активы уничтожены. Зато финансовые отчеты хорошие. Да, но что успели спасти, но это опять, это, так сказать, частные инициативы что-то где-то спасли. И оно все равно не развивается. То есть корпорация здесь впрямую противоречит государственным интересам. Значит, в науке то же самое. В авиационной, в частности, да. Научно-исследовательский центр имени Жуковского. Звучит громко, но объединяет. А вот вы как раз сняли у меня с языка. А что там сейчас происходит? Там вот СМИ сообщают о неком конфликте между коммерчески ориентированным начальством и специалистами-ветеранами. Так ли это? И что там вообще вкратце? И кто победит? Вкратце, да, это противоречие, это не первый уже заход, по сути дела, руководства авиационной науки на темы, связанные с уничтожением конкретных подразделений этой самой авиационной науки. С большим трудом удалось отбить нападение, по сути дела, руководства авиационной науки, Ниц, имени Жуковского, на московский комплекс ЦАГИ в свое время. Сейчас это нападение уже идет на весь институт ЦАГИ Жуковского. О чем идет речь? Об оптимизации, о сокращении из 4 тысяч работников, полторы тысячи сократить, убрать аспирантуру, убрать всю социалку. Это же уникальные люди. Ну конечно. И предлагается выкинуть на улицу. А поскольку выкидывать будут руководители, которые не профессионалы ни в науке, ни в отрасли вообще, они по какому принципу это делают? По тому же, по которому они назначают начальников, в том числе и в ЦАГИ конкретно, и в других научных организациях. Руководители там, мало того, что они к отрасли никакого отношения не имеют, так еще, ну там клейма ставить негде, иностранный агент на иностранном агенте. Потенциально. Почему-то не попадают в эти списки. Короче говоря, то, что происходит, это руководство, вынужденно, намеренно, но занимается оптимизацией, а по факту уничтожением. Валерий Георгиевич, ну вот президент задал планку 600 новых самолетов, своих новых самолетов к 2030 году. Но это же должны быть не просто самолеты, а авиация, помните, как в нашем советском фильме. Как вам кажется, осилим мы, ну хотя бы что-то похожее, вот какие-то задачи реалистичные ставятся? Да, мои коллеги, которые здесь очень опытные люди в отрасли много лет, они уже ответили на это, что это профанация, ничего не будет. Мы обречены, вот не обречены на такую, ну, гибельную состояние. Я про практику буду говорить, там нет ни железных дорог, ни автомобильных, реки замерзают и все прочее. Мы обречены, чтобы вы знали, что надо делать. Надо приглашать опытных людей, чтобы создавать какие-то мозговые атаки, и мы выйдем из этого положения. Ну, пришли люди, которые далеки от этого. Вот уже говорили про губернатора Ростовской области, сколько мы писали ему. Я одну вещь скажу. Мой друг, Явкин такой, Александр Васильевич, это талантливый человек, который изобрел лучший в мире противопожарный самолет Б-200. Это самолет сейчас, он может и с пассажирами допущен, европейским агентством по безопасности. Единственный, кстати, самолет, который допущен. Он может и с пассажирами летать, ему не нужно взлетно-посадочные полосы на лыжах и все прочее. Но горит Россия. И вот эти ребята, которые, значит, командовали Объединенной авиастроительной корпорацией, за 20 лет сделали 19 самолетов. Весь мир стоит в очереди за этими самолетами. Б-200. И где? Мы сгорим скоро все. Сейчас Сибирь, матушка. Где это? Это что, преступление, это предательство, обман президента. Мне дали фотографию, где президент летает на Б-200, на этом великолепном самолете, амфибии, и говорит, что это лучший в мире самолет. Он заправляется прямо при посадке, там, за какие-то секунды и сбрасывает по 15 тонн. Ну, что это такое? Юрий Михайлович, вот у Туполева и Микояна, мы сейчас посмотрели, у них проблемы были объективные. Ну вот оно, чисто поле, и в нем ничего нет, надо все построить. У нас сейчас, мне кажется, проблемы в основном субъективные. Хоть Гайдар, конечно, тяжелым катком по нам прошелся, но все равно советский задел остался. И не только авиации. У нас сейчас есть и ядерные щиты, и нефтегазовый комплекс. В общем, короче говоря, страна-то, конечно, гораздо мощнее, чем то, что было у Туполева и Микояна. Но почему мы сейчас не можем повторить хотя бы частично этот опыт? Ведь, правильно я понимаю, наши проблемы в основном субъективные. Кто-то что-то не хочет, кто-то где-то хочет прибыль получить, кого-то там американцы заинтересовали. А не так, чтобы вот у нас чего-то не было физически. У нас много замечательных людей. Конструкторов, инженеров, испытателей, летчиков, управленцев, кстати, тоже хороших достаточно. Но эти люди не могут попасть на ключевые должности. Они не могут свой потенциал раскрыть в полной мере для того, чтобы строить быстро, эффективно и надежно. Дело в том, что кадры решают все. Хорошая была такая политика в свое время. Теперь я задаю вопрос, а где наши кадры эти? Вот сейчас слушаю коллегу, и у меня волос шевелится, хоть он там маленький, на голове. Ведь мало того, что бездари, а еще иноагенты, которые четко понимают, что нужно сделать, чтобы мы не поднимались с колена. Очень четко понимают. С саботажем как-то походим. Это саботаж, да. Это как раз говорит о том, что это пятая колонна, она работает, и она сейчас прослушивает нашу передачу, и опять никто не будет из нас приглашен на какое-то совещание, на какую-то конференцию, на какой-то там в Крепле. В Кремль на какое-то там торжество, потому что мы вместо того, чтобы одобрялчиком, мы просто гавкаем, получается, по ихим понятиям. А мы говорим то, что есть на самом деле. Просто прислушайтесь, поставьте нужных людей. Вот если кадры решают все, дайте человеку возможность работать. Не зря мы говорим, что там снимали в свое время Михайлова, директора завода «Авиастарту», потому что он хотел выпускать самолеты. Его два раза снимали, два раза за него боролись, восстанавливали. И Наземцева, которого сейчас строят двигатели лучшие в мире, тоже пытались снять. И так в любой отрасли, в любом производстве, пока мы не научимся ценить людей, пока мы не будем вот те самородки, которые среди нашего народа, а их миллионы у нас есть, миллионы, пока мы не возглавим эти отрасли нужными людьми, толку не будет. – Олег Михайлович, заключительный вопрос. Вот мы видим, что власти, по крайней мере, осознают проблему, это точно. Постоянно о ней говорят. Постоянно говорят об этом в передачах соответствующих, на центральных каналах. И какие-то усилия вкладываются, деньги вкладываются. Но такое впечатление, что разрыв с советской авиацией только увеличивается. И отставание от ведущих авиапроизводителей мировых, к сожалению, тоже пока не сокращается. А нет ли у вас впечатления, что вообще рынок в этой отрасли, которая там, невидимая рука рынка, она совершенно неуместна? Это должна быть четкая государственная программа от и до. Программа производства, программа распределения этих самолетов, хотя бы на какое-то время, пока, вот что называется, мы не встанем на крыло. – Вы коротко, но очень объективно обрисовали сегодняшнюю картину положения гражданской авиации в нашей стране. И я подтверждаю ваши опасения. И прежде всего, да, государство предпринимает последнее время, последнее, 30 лет не предпринимало, последнее время предпринимает, потому что поняли, даже недалекие люди в государственных органах поняли, что Россия с ее 17 миллионами квадратных километров, и из них 60% не имеющих ни автомобильных, ни железных дорог, обречена быть великой самолетостроительной державой. Выход один. Вот самолетостроитель, ту программу, которая сейчас отмечена и подписана в председательном правительстве, о которой говорит президент неоднократно, производить всю эту работу, ее исполнение в мобилизационном режиме. Что такое мобилизационный режим для гражданской техники? Первое, это качество, конкурентное, притом качество, по сравнению с другими. Второе, это своевременность выполнения программы. Вот подписано 1 января 2023 года, и должно быть 1 января, и нет. И дальше, следующий очень важный пункт, персональная ответственность. От слесаря, токаря, сварщика до министра и члена правительства, который курирует данное направление. Вот если мы введем такой порядок, задача будет выполнена. Если мы продолжим вот эту вакханалию руководителей гражданской авиации, не авиаторов, эта программа будет так же не выполнена, как и десятки других, за которые повышены в должности руководитель ОАГ до губернатора и руководитель Министерства промышленности до зампредседателя правительства. Дорогие друзья, я полностью соглашусь с Олегом Михайловичем, что Россия просто в силу ее природных условий обречена быть и не просто державой, а великой авиационной державой. Поэтому я уверен, так или иначе, взлет нашей авиации обязательно состоится. А с вами была программа «Точка зрения», и я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин